1490 году было первое упоминание о вещи о которой мы сегодня будем говорить и первый кто ее сделал это был леонард да винчи да это художник это скульптор возможно где-то там рисовал улыбку монолизы и при этом параллельно думал вариатор друзья всем привет сегодняшняя тема вариаторная коробка одна из самых классных коробок в принципе температура коробки было 52 градуса это уже труп сгоревшая черная сравнение цвет такой должен быть коричневый то есть это самый такой трэш трэш если ошибка прописалась не может потушить только дилер при покупке до смотрим чтобы он идеально работал без рывков без пинков уже шарики были стерты полностью это с завода перетянутый подшипник это чтобы не от меня звучало honda и вариатор это не совсем прикольный дуэт они в одном улучшили коробку а в другом ухудшили и вот эти вот ленты они непредсказуемо бывают давление нет цель буксует вариатор останавливать хотя по сути упоминание о вариаторе она датируется еще 1879 годом могу ошибаться но вот где-то так вот первый патент на вариатор был так но картинки которые всплывали раньше то что изобрел да винчи это не что иное как вариаторная коробка и причем на самом деле на сегодняшний момент это самая распространенная коробка почему да потому что она самая дешевая в производстве так то что рассказывать до 0 11 вариатор джатка производитель стоит на джипах nissan ах рено митсубиси одна из самых классных коробок в принципе сказать в мире вариаторов по ремонтопригодности и по долговечности митсубиси на моем опыте отхаживают больше всего на этих коробках рекордсмены по 350 тысяч вот этот вот джип компас прошел я не знаю сколько он прошел с америки машина уже не ехала ни вперед ни назад вот муджи какой уже в возрасте в принципе в общем сейчас разберем увидим то есть это самый такой трэш трэш что может быть вариант думаю да будем конечно смотреть но трэш и бывают у нас разные бывают какие что вот такие которые нельзя разобрать туда конечно как они делаются донор а что случается такого что это разобрать коробку на вроде бы делится пополам именно вариатор бывает может рассыпаться подшипник и развальцевать себе посадочное место что его невозможно разобрать даже на прессе часто невозможно разобрать конуса покажу понятно когда рвется ремень разбивается на свете чем вариатор лучше других коробок но если рассматривать со стороны лучше вы же для чего-то создали его создали поскольку он очень прост в изготовлении очень просто в изготовлении для фирм здесь грубо говоря преследуется коммерческая цели не более до дешевизна изготовления в принципе достаточно просто инструкции если сравнить его с ужасом это хондовская коробка то или даже вот ту же аудюшную взять он ну дура на весь стол лежит компакт некий вариатор ну вариаторы dsg тоже немного разная ну да тут стружки и пипец значит смогли ты как ежики магниты как ежики вот это вот стружка это скорее всего разрушились шарики в конусах сейчас все покажем значит поломки как правило не прогнозируемые в большинстве случаев даже не зависят от эксплуатации и как ее обслуживали у них есть такое понятие как брак шарика подшипников как это ужасно для японского рынка коробка то японская фильтр запакован но это наверное неинтересно интересно полностью это один фильтр и второй фильтр вот здесь этот фильтр как правило никто никогда не лазит поскольку стоит он не совсем в удобном месте и когда у нас машина сборе с коробкой то добраться к нему отключать трубки термостат и вот второй фильтр типа на газовый тонкой очистки бумажной самый как тот но этот не грязные смотрю а по нему и не видно я думаю надо в середину за залезть на смысле раз 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 ковырять его здесь нет но смысле если что-то попадает то между этими все же попадает в первый же ловит тот фильтр а вот этот вот уже второй фильтр у нас но он именно и в но посмотрите он какой вы можете по рукам он сто процентов это оригинал то что его менять надо приезжать на каждые 40 тысяч оба фильтра по умолчанию обязательно ну как я жарю бума учетом приводу а как же это снимать коробку или он по мнению не достаем достаем просто тяжело ну тоже наша работа тяжело то на машине его поменять куда все время меняем обязательно хорошо чем получше вариатор мы уже услышали он дешевле удовлетворение чем у других коробках непредсказуемые поломки такие как разрыв цепи вариатора это происходит я сейчас покажу из-за чего там в сфере своего как бы устройство такого несовершенно но повторюсь мицыки были у нас которые отхаживали по 350 тыс и люди удивлялись там и на этой коробке и прицепы тягали и лодки и в снег я не стоял да то есть чисто теоретически мы сейчас будем иметь с таким сильным представителем вариаторов да это один из я же говорю один из лучших вариатор какой самый худший вариатор опять же таки джат который стоит в принципе на не сам жук с объемом 16 а почему самый плохой это как бы один из но не один из и первый серийный так называемый двухступенчатый вариатор серийная коробка на автомобиле появилась 1958 году в компании дав дав сделал автомобиль дав 600 и выглядело это вот так и вот это вот был первый серийный вариатор 1958 год к несчастью или же к радости смотря с какой стороны посмотреть под каким углом интересно что мы продаем или покупаем и если искать ответ от на этот вопрос так вот дав 60 выпускался всего лишь несколько лет 62 или в 63 году производство было прекращено потому что ремень оказался не таким износостойким как хотелось бы да и в общем то экономии топлива особого не привело потом еще периодически всплывал вариатор в спорте и вторым дыханием это стал 1987 год в фиате когда уже появилась металлическая цепь и то же самое в 1987 году subaru начала делать свои коробки вариаторные ну правда изначально они ограничивались 500 штуками в месяц потому что цепи которые делались в нидерландах мощности завода нидерландов не хватало и всего лишь они могли производить лишь только такое количество цепей это 500 цепей в месяц в июне 87 года нидерланды модернизировали свой завод и они начали фигачить 3000 цепей для вариаторных коробок и тогда subaru начала их пихать в nissan потом уже годом позднее появились хондовские коробки его с 87 года грубо говоря вариаторные коробки снова постучались в мир автомобильный в серийное производство у этого вариатора вот он имеет большой объем конусов вот они вот видно по задней крышке небольшие ванюха принеси 0 15 конус девочка записала секунда какие основные признаки неисправности вариатора плавание оборотов так называемый ощущение шадра такое как ощущение после езда после гусеничного трактора по асфальту вот такой вот это ощущается очень хорошо это вот я описал то что ощущается и когда буксует цепь по конусам то вот это вот ощущение езды по асфальту после гусеничного трактора вы его чувствуете точно такой же звук ну еще и можно сказать не менее запиленый замкнулись запиленый незавидом незавидимый тут накатка очень плотно прочувствуются ну пока вот только ближе к самой цепи уже чего-то чувствуется а так короче разберем посмотрим но я я понимаю как должно быть то надо показать тут конуса отрабатывают полный цикл до скорости 60 километров но 40 60 в зависимости от нажатия на педаль газа произойдет переключение и потом включается вторая передача конус опять возвращается в исходное положение и опять начинает работать грубо говоря по новому то есть двухступенчатый 22 цикла отрабатывает ну и там внутри этого конуса есть поршень который с завода имеет неплотную посадку легка прессовую посадку которую просто со временем его начинают крутить на этой легкой посадки его начинают крутить и все начинается утечка по давлению масла электрических поломок много электрических до всем вариаторе нет достаточно надежно все установка механические поломки из электрических выходит из строя вот это вот шаговый мотор тот который отслеживает положение конуса ну два датчика давления выходит из строя но редко все все остальное в принципе очень ремонтопригодный гидроблок вот если вот на новый nissan на nissan rogue которые там с шестнадцатого года пошли это мы уже отставим по умолчанию новые гидроблоки вот мы только отдали nissan в воде новый идет уже с гидроблок с установочным диском то есть ставим новый гидроблок едем к дилеру зашиваем программное обеспечение и поехали тут этого не надо вот коробочка прекрасно она по конусам легла сейчас замена концов цепи гидроблоку профилактика мы поехали на второй круг конусы ремонтируются или и лучше но если у конуса повреждение от того что пропало давление где-то человек сам повредил цепь где-то или в песке забуксовал или еще что-то это можно шлифовать прекрасно поддается ремонту что важно знать людям которых есть вариаторная коробка передач первое это то что вариатор не может переварить большого крутящего момента поэтому ребята старца светофора на вариаторе нельзя буксовать снегу тоже нельзя почему нельзя потому что у сначала идет момент передается буксует буксует потом вы так или иначе все равно хватайте асфальт и кинетическая энергия которая вот на вот этих идеально отшлифованных щечках она цепляется за металлическую цепь и оставляет задиры именно это есть первоначальная медленная смерть вот этого вот вариатора стружка рассыпается по всей коробке и идет медленная смерть этого вариатора поэтому нельзя на вариаторе стартовать со светофора поэтому нельзя на вариаторе буксовать поэтому вариатор нельзя перегревать но вот тут судя по разрушению в поддоне вижу тут уже замена конусова будет сейчас покажу почему ну да тут скрытие покажет до конуса конуса вот в этих 0 11 коробках почему mitsubishi ездит по 350 тысяч рено колеус тот же самый вариатор один в один и конуса покупаются что на митек что на рено мы не знаем какие мы их покупаем но у конуса есть подвижные щечки и они синхронизируются эти две щечки между собой чтобы одна была подвижная вверх вниз подымалась внутри стоят шарики самые обычные шарики диаметром 6 миллиметров вот с этих шариков осыпается цементация куски куски шариков попадают то есть речь об этом да нет это не а ну а это с новой mazda но у нее пробег 160 тысяч вот мы только что заменили на ней корпус mazda 3 подшипник отдельно как деталь не поставляется машина объемом 1 и 5 литров это наш европейский рынок как бы mazda 3 с объемом 1 и 5 это редкость пришлось заменить корпус оба частые поломки износ посадочных мест в крышках как часто и как правильно нужно обслуживать вариатор каждые 40000 обязательная замена масло фильтра это не позже или не раньше или это рекомендация рекомендация но желательно не позже дополнительный радиатор есть смысл ставить ну да да прямой есть смысл но есть машины у которых они стоят с завода и которые не нуждаются есть вот те же mitsubishi outlander excel и вот они нуждаются в установке у вас есть радиаторы да 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 все это делаем чисто гипотетически если на любой вариатор поставить радиатор то нужно продлить ему жизнь в принципе да но не везде это надо есть коробки говорю которые с завода уже стоят садов радиатора до радиатора это хорошая но надо контролировать и видеть надобность если как бы у коробки рабочий режим до 105 до 110 градусов вот в такую вот пиковую жару то по большому счету он не нужен поскольку это еще рабочая нормальная температура хорошо где он точно нужен и где его ставить не обязательно точно он нужен это мы знаем это от lander excel и и nissan кианы там постоянная беда постоянная по симптомам люди говорят но машина не едет она просто перестает ехать как будто проблема с инжектором происходит на самом деле в ошибку может даже не валить все коробка перегревается она ограничивает работу мотора и все такое ощущение как будто забит катализатор подостыл то есть просто падает тяга да поэтому если просто падает тяга не обязательно бежать инжектор мастера да по трассе а не стоит ли у вас дополнительный радиатор если не стоит и нужно поставить сколько стоит дополнительный радиатор мы берем в среднем где-то 250 долларов установки я имею ввиду радиатор как запчасти радиатор как запчасть но в районе 80 долларов приобрести отправить новой почтой да не вопрос вообще ни в коем случае сейчас попробую объяснить коротко то про что мы же не спорили практически 40 минут изложу в трех словах значит очень правильно будет работать связка коробка термостат радиатор это зимой летом весной можно все то же самое использовать но без термостата потому что зимой коробка должна быстро прогреться и держать определенной температурный режим для этого нужен термостат в остальные времена года он не нужен потому что он все равно будет пускать по большому кругу конус заклинивший он не работает он должен свободно опускаться тут нету шариков внутри конуса то есть вот это вот все что оно легло это не из-за эксплуатации не из-за чего это брак шарика подшипников сейчас покажем 50 гинтом или хорошо какая минимальная рабочая температура в данном случае автомат ну если мы уже загорелись за радиаторы классная такая работа шагу ну четкая четкая но хотелось бы градусов 80 иметь у меня когда не стоял еще термостат на на volvo в минус 27 рабочая температура коробки было 52 градуса прекрасно это с резиной ничего не происходит она не перегревается не становится пластмассой не пересыхает по трассе были такие легкие подергивание когда холодно когда вот минус 27 валишь и так ну на минус 27 валишь это ну грубо говоря там 130 едешь и она уже так иногда начинает подергиваться когда сильно остывает типа как не прогретая поэтому вот я только с этой целью поставить до этого на x70 я ездил года наверное 4 даже 5 вообще без термостата термостат на x70 я поставил только в этом году ровно как и на x90 сколько стоит в среднем ремонт основных узлов на вариаторе 1800 долларов мы средний ремонт вариатора средний максимальный поскольку сейчас на сегодняшний день в украине на него нету конусов можно поднять в принципе цены у нас это как правило 1800 долларов на нашем сервисе а для сравнения dsg сколько стоит ремонт вот этой 5 2 200 а допустим и сина там тэк 80 1600 потолочный если там все полная жопа то есть он и жопы не бывает нам показывает да как показывает практикам моего так ну идите сюда значит вот они разрушения наши тут вот стоит тефлоновое кольцо в этой крышке вот она замочек замок тефлоновое кольцо которое держит большое давление поскольку вариаторе порядка 60 атмосфер давления нас насос создает но вот все что от этого кольца осталось в этом вариаторе тут уже не замочка не тефлонки поршень побит вот ударами изнутри вот идите сюда кусочки оставшихся этаж это шарики все что от них осталось это шарики диаметром 6 сейчас тут максимум диаметр 2 не стерлись а сколько должно быть этих шариков в этом конусе 6 а там 4 то есть два уже в пыль стерлись они все они стерты в пыль а вот еще и вот смотрите сюда вопрос был по поводу ремонта пригодности конусов и я вот тогда сразу сказал что эти конуса скорее всего не получится отремонтировать это подпружиненный комплект попался этот аудюху надо выгонять чтобы достать это конусал стены тут конструктивно еще внутри пружина стоит остеяны подойдет на да 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 только разбирается к вам в любом случае разбирается в любом случае ставятся новые шарики какие бы тут не стояли но мы это все пересматриваем ну вот целый конусу такими вот канавками производитель то тот же джефф 011 идеальная работа без рывков и все что вы можете проверить ну и чтобы ошибок естественно не было особенно новые вариаторы такие как вот не сам рог у них есть если ошибка прописалась нее может потушить только дилер вот но если машина американская дилер не берется хорошо что делать в таком случае если уберемся мы дилер не берется на мы беремся это уже труп в общем вот это вот основная поломка то из-за чего она не ехала цепь спилила нас пилил и и не за того что на ней носились убивали из-за того что вот кстати посмотрите как остатки еще шариков вот они 2 до шарики превращаются вот в такие вот ролики человек это не ощущает езде у нас были галанты которые приезжали я еще садился ехал на тест-драйв уже шарики были стерты полностью уже просто давление есть но конус буксовал щека прокручивалась на конусе вот это никак не прогнозируемая тема при покупке до смотрим чтобы он идеально работал без рывков без пинков ограничения при езде на вариаторе какие это чтобы не от меня звучит только лишь не рвать ее где-то в песках и в снегах и ну и с места стараться ее как бы хоть чуть-чуть щадить просто у нас почему-то менталитет людей такой что они считают что для них вот у нас были машины тот же шестиступенчатый лет там где мы вот вы говорите если коробки которые невозможно разобрать разобрать мы ее не смогли на вот монолитом была вся болванка сваренная это человек сел в снегу говорит но она должна быть рассчитана но они рассчитаны поезде для езды о их автобамом они для буксования наших не убранных дорогах если копнуть лопатой истории немножко поглубже то вариаторная коробка встречалась еще и на мотоциклах 910 году когда его использовали на мотоциклах зенит эти мотоциклы они даже были на соревнованиях но преимущество которое давала эта коробка на прямой линии сыграла злой рок с этой коробкой передач потому что огромное количество негатива которая посыпалась от конкурентов привело к тому что эту коробку запретили использовать на мотоциклах это был 910 год а еще ранее эту коробку передач использовали в лесопилках то есть там фреза которая распиливала бревна нужно было регулировать скорость этой пилы для того чтобы было меньше отходов и вот поэтому вариаторная коробка применялась еще и в лесопилке и еще ранее да винчи эту штуку изобрел тоже для строительных нужд то есть вариатор гуляет по планете последние 500 лет как за здрасте и вот теперь он очень широко закоренился в автомобильном мире с чем столкнуться те кто имеет вариаторную коробку как ее использовать как за ней смотреть что делать если она сломалась именно об этом сегодняшний фильм в чем концептуальное отличие вариатора ниссановского от subaru или honda у nissana присутствует если с honda и сравнивать у nissana присутствует гидротрансформатор что дает более плавную работу еще возможность сделать скажем так виртуальные передачи за счет блокировки гидротрансформатор более плавную работу honda скажем так honda и вариатор это не совсем прикольный дуэт поскольку на них достаточно мало запчастей и любой заказ на этот вариатор это от 30 дней на honda если на эту найти нужно любой каприз вообще не вопрос то honda это это проблема а subaru там как бы не ремень а цепь стоит которая считается как бы более классной в работе более надежной она лишена момента разрыва цепи да кстати по разрыву цепи рассказать так рвется цепь основное имеет миллион вот этих вот звеней и звенья все держатся вот такими вот лентами это лента толщиной грубо говоря 0 3 человеческий волос до грубо говоря это и вы же спона ящиках больше да и вот эти вот ленты они непредсказуемо бывают просто переламываются они не рвутся как бы она трескается и и и разлетается есть какая-нибудь такая очень запиленная цепь так и то есть очень запиленная хорошо новая есть под рукой да вот вот это же вот с комплекта цепи тут видны вот эти тяжечки но как она как она буксовала очень часто малейшая стружка у вот этого вот вариатора вызывает заклинивание на редукционного клапана в масляном насосе моментальная потеря давления давления нет цепь буксует вариатор останавливать давление нету конуса не стягивать да не могут сжать цепь здесь вот конус который второй он идет сам гидравлический поршень или то есть это вот управляет гидравлика да и поэтому когда масло насос переставление поэтому окончается аудио вариаторы часто в ремонте супер часто нет но часто какой автомобиль с вариатором лучше рассматривать какие сыпятся меньше всего тойоты почему опять же таки ни один больше производитель не тойота не subaru не honda не используют клапан в масляном насосе поэтому вариаторы более долговечны они не настолько чувствительные к пыли в масле ну и тойота только из-за того что ну основная причина того что там клапан стоит а в остальных не стоит и наоборот у остальных стоит то есть nissan audi subaru стоит клапан нет не стоит ауди да они его в гидроблок поместили и все а джатка поместила его вот прямо в корпус масляного насоса то есть если бы не было этого клапана то но если бы они его поместили в гидроблок сделали бы его как более надежным поскольку вот все-таки тойоты на вариаторах они ездят очень много долго и счастливо люди как правило не касаются там ремонта но по триста пятьдесят тысяч эти вариаторы тоже отхаживают скажем так у джатка как тебе повезло с какого материала у тебя отлит вариатор попавка себе столько он тебя это хорошая коробка назвать их плохими я не могу роликовые подшипники иногда выходят на вот этих вот паразитных шестерня из строя вот она велосипедная цепь на больше на цепь бензопилы похоже чем с велосипеда был моего знакомого случай он клиенту сказал стоимость цепи оригинальная цепь стоит порядка 500 долларов не рядом и что вы такое говорите это дорого я привезу цепь он поехал привез вот эту цепь имелось ввиду большая а он привез вот эту которая наш коробочник это цепь вариаторе имеем ввиду непосредственно цель самую основную они привода масляного насоса она долго ходит вот это всю жизнь сейчас такая да нормально это нормально и я даже не понимаю вот эти вот назначение этого как бы успокоителя такого нужда не не достаю никогда в 0 16 коробках в nissan rogue они уже вместо шариков используют ролики длинные просто ролик да и все проблема закрыта они в одном улучшили коробку а в что ломается часто солнечная шестерня планетарной передачи это а где в том же самом nissan не было целая отзывная компания и тоже шестеренка первичного вала наверное в жуках да так это да это с завода перетянутый подшипник вот япония вот жатко вот перетянутые подшипники вот плохие подшипники отзывные компании у них что тоже кстати в ю тубе там куча роликов как кашка и воют тоже кстати выходит часто из строя сам вал и вал и ступица до дело все в том что вот этот вал запитывает конус там вот втулочка стоит мне одна вот он запитывает то есть давление вот чтобы активировать этот конус тоже через вот эти флоновое колечко вот и когда попадают сюда кусочек шарика вот это вот изношенного он ставит его эксцентриком разматывает ступицу и тогда уже от давления не может быть речь а тут малейшее что-то малейшее что-то и речь уже не может быть ни о чем по конструктиву по изготовлению вот вы видите два конуса вот одна планетарная передача для того чтобы назад она могла ехать и редуктор вот и вся коробка это очень мало деталей то есть если изготовить вариатор заводских условиях это им не будет стоить фактически ничего но тут еще он пакет сгорел который отвечает за езду вперед пакет отвечает за езду вперед вот этот вот фрикционе чеки реверса задний ход включили этот пакет включился все включили драйв сгоревшие черное сравнение цвет такой должен быть коричневый пакет запутался и уже и попили на и если нет и синие кольца ну это это копеечная все самое дорогое это вот конуса цель сейчас масло насосу идем планета рачка никогда никогда просто никогда не выходит из строя очень надежная очень четкая добираемся к клапану лесовая петля есть случай что мы его даже достать оттуда не можем кстати могли это быстрый визуальный осмотр это видно вот эти вот задиры задиры естественно из-за того что почему они тоже сделали вот этот фильтр они в nissan рогах уже изменили фильтрующий элемент они его поставили уже синтепончатый сюда именно потому что сетка не удерживает мелкую фракцию она вот через фильтр попадает сразу же прямиком в масляный насос клапан вырабатывается и давление и давление падает и это очень тонкая вещь рассказать сердце этого механика да да в отличие от автомата тут ну да тут раз два три узла 4 все из при ремонте два конуса цепь новый маслонасос комплект сальников прокладок фрикцион чеки ремонт блока и поехала это ответ на вопрос почему многие производители используются варяторы конечно дешевизна потому что тупо в разы дешевле да тут запчастей фактически метро да вот запчастей фактически нету но сюрпризы они преподносят и нам и владельцам новые вариаторы используют сплав при изготовлении гидроблока так называемый как пластилин гидроблоки вырабатываются там с ними сделать ничего нельзя из очень мягкого алюминия сделано восстановить нет вот эти вот сделаны из не знаю из советских танков наверно переплавленных вот ответ на вопрос куда дели советские данных этих было так много а теперь их много одни памятники остались но так и есть поскольку я же говорю рено отъездит но до 150 это предел ну как правило 110 120 тысяч рено приезжает митсубиси 350 это не в правном обеспечении это в качестве металла из которого изготовлена коробка и мне кажется что вот у джатки заказала их рено вот на рено они будут сделаны из такого вот металла типа все для румы вот уверен поскольку тоже видно и у volkswagen audi skoda volkswagen заедет с пробегом там 250 300 тысяч у него с гидроблоком все будет в порядке заедет skoda гидроблоки будет уже выработки будет много лапанах да ну она 200 своих отходила а может быть связано с охлаждением разрушение шарика внутри конуса никак не может быть связано с охлаждением вот вообще никак аргумент принципе да здесь ну какой бы температуры режим не был хоть 350 градусов дело все в том что у нас были коробки у которых теплообменник из-за плохого тассола есть такая вещь что он перегнивает канал и он не тассол попадает в масло а он просто получается запараллеливается сам на себя он дальше не дает идти маслу на выносной радиатор и циркулирует внутри себя и внутри себя да и коробка которая ехала по трассе вот у нас было у нас приезжала машинка у нее были расплавлены и датчики скорости которые пластиковые будут я снимал нет текло Lucie кольца под это вот тефлона моё кольцо она просто была вот так будет расплавлена и она и вот его давлением как стеклу дурю когда дует горячая стекла то но так расплав BE это вот была перегретая но никоим образом перегрев не сказался не на пластиковых датчиках не на тефлоновых колечках разрушение шариков это но какие пожелания для тех людей которые имеют вариатор есть что-то ценного такого чтобы вот один раз и надолго но это только заехать и сделать ревизию этому вариатор снять разобрать заменить эти шарики как человек не может знать в каком она состоянии делать эту ревизию но это если мы говорим о вторичном рынке если человек вот только купил машину как можно сделать так чтобы рено проехал не сто пятьдесят тысяч а хотя бы там двести пятьдесят раношки эти уже вроде на вариаторах не идут новое чтобы 250 менять масло менять масло поскольку опять же таки завод изготовитель всегда 80 90 тысяч в лучшем случае но мы это видим что на 150 тысяч в гидроблоках уже такие дыры пожелания по маслу обязательно только оригинал или нет масло должно быть новое и чистое оригинал за оригиналом вообще нет смысла гоняться то есть отрыв тоже можно заливать она будет ездить на тэфе на самом деле ничего не произойдет но не поломается я со стёбом спросила она не поломается никоим образом поверьте когда нас жарили вариаторы свое время шо мы туда только не заливали если бы от масла только все зависело то не приезжали бы они на пробегах мы на 18000 дал они делали новые outlander и вариатор не надо от и заливать не надо это я так стебанулся и бы хотел услышать гнев критику в общем это это масло а тф не предназначен для вариатора там свое масло но тем не менее все равно его его надо менять и чем чаще тем лучше машина все механизмы они любят как женщина ласку и смазку да по вариаторам и в принципе все зацепили я как бы все вопросы которые знал я все рассказал но больше я как бы проблем основных не знаю это основная вот все что вот основное то с чем приезжают вот эти вот 011 вариаторы это самое основное это же мы попали на 11 вариант проблема глобальная для всех вариаторов она в принципе одна и та же значит у 016 вариаторов которые уже более свежие пошли там где ролики да там где ролики но у них появилась другая проблема у них появилась проблема первое это гидроблоки которые сделаны из очень плохого алюминия второе где ребята положим 011 вариатора вот этого вот эта полость однородная вот она из чугуна отлита значит у 016 они почему-то я не знаю сделали ее из чугуна а потом на прессовали стальную чашечку и вместе на прессовке эту чашечку начинают тоже крутить вот тут видите щека которая должна держать давление она на прессована на вот эту вот часть это были разные детали между двумя вот если это она однородная то у этих две разные детали и со временем давление это большое ее начинает крутить буквально прокручивается она и отрывает от чугунной основы идет утечка меня это что-то можно проваливаем аргоном варится все нравится рисуются и вместе стыка заваривается аргоном вот это первая болячка 2 болячка это гидроблок то есть если подытожить и просто заехал то сразу можно заварить и разговаривать по умолчанию износ корпуса ну тут видно как хорошо начинает забивать видите вот посадочное место тут уже она вот по цвету такое проворачиваем сверху он белоснежненькая вот если корпус сделан из какого-то пластилина то просто ступени бешеные конуса болтаются а запитка валы с тефлоновым кольцом должны быть идеальны когда конус уходит в сторону все кольцо не компенсирует давление нет и сразу идет массовая беда спасибо за уделенное время вам пасе да 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 встречи на разборке айсина ни для кого не секрет что автомобили ранее делали инженеры а сейчас их делают маркетологи ребята огромное спасибо что досмотрели это видео до конца большое спасибо что вы с нами но с вами был николай тарануха киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока пошли мы отсыпаться и делать видео про турбокомпрессоры вы представляете вот немец пришел ему говорят так через 15 тысяч на сервис и потом опять пятнадцать и детей и где-то мауди заберите и каждого писателя в германии то ford в принципе то и практически зачем они им надо хлам какой-то ford прошел на power shift и 400 тысяч на жесткой сцепки затою